Познакомились в колледже, учились вместе, увидел ее в актовом зале на репетиции. Подумал, симпатичная девушка, почему бы не познакомиться с ней поближе. Паша был на втором курсе, а я была на первом. Первое впечатление – такой симпатичный паренек. Потом, как обычно, у всех отношения развивались, гуляли здесь, обошли все Царицыно, то есть вдоль и поперек. В колледже постоянно на всех переменах были там вместе, ну и всякие праздники, все остальное тоже вместе. Я думаю, что это не было вот таким щелчком, что вот раз и все, но я думаю, что это постепенно приходило к тому, что вот этот человек, за которого я готова была выйти замуж. Ну, наверное, вот так. Ну, а потом уже на 8 лет как раз отношения, ну, я понял, что уже надо делать предложение. Ну, я не знала, что это будет в этот момент, но, в принципе, ожидаемо. Он пришел домой с работы с букетом цветов. И, собственно говоря, подарил этот букет. Она сначала не увидела розу, но потом уже заметила, и там оказалось какое-то кольцо. Еще у Паша открытка была. Достала открытку, открываю, читаю, там написано, там, выходи за меня замуж. Поза улыбалась, поцеловала у нее. И все, сказал, я вроде согласна. Ну, как я себе представляю этот день? Ну, это такое вот яркое событие, которое по-любому заполнится на всю свою жизнь. Я прямо этого жду. А свадьбу что ждут? Да, в принципе, я ничего не жду. Поженимся. Да и хорошо, слава богу. Встретиться с родственниками или с друзьями, чтобы они порадовались. Главное, чтобы было что вспомнить. А Даша-то какая веселая, жизнерадостная, красивая, нежная. Люблю и все за то, что она есть. Нельзя за что-то любить. Не знаю, ну, просто, наверное, хотелось бы там лет через, так, нам 25 сейчас, ну, лет через 40, может быть, 45 сесть, посмотреть это видео. Ну, не знаю, что сказать на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok